Фестиваль народного художественного творчества встречал всех гостей выставкой декоративно-прикладного искусства. На стендах в городском доме культуры выставили работы лучших мастеров Лобинского района. Поделки из бисера, вышивка, резьба по дереву, плетение из лозы, живопись, фотографии и многое другое. Такая красота и разнообразие вызвали, конечно, искренний восторг присутствующих. Где дети делают поделки, там очень интересно. Вообще все здорово. Очень понравилось. Вот все здесь делается, многие вживую гончарные изделия, допустим, показывали, как плетение из бисера. Работу выставки сопровождал ансамбль русских народных инструментов «Отрада», задавая еще при входе в зал праздничный тон мероприятию. Высокий уровень выполненных лобинцами шедевров оценило и районное руководство, и члены краевого жюри. Это сделано очень талантливыми, очень увлекающимися любви. Это достойно того, что человек может любоваться. И мы видим, вот люди приходят, смотрят, интересуются. Это доставляет им чисто такое эстетическое наслаждение посмотреть, как это сделано. И самое главное, нельзя этот процесс останавливать, его надо двигать дальше. Надо больше увлекать детей в эти дела. И мы сегодня можем с большой гордостью сказать, что Лобинску есть что показать. Если развернуть этот ряд, то очень много времени нужно для того, чтобы детально смотреть каждого мастера, его изделия, его поделки. И я хочу поблагодарить этих замечательных людей, кто всегда поддерживает город, выставляется, кто доставляет людям радость и пожелать их новых творческих успехов. Муниципальное образование, это я уже 14-е, которое смотрю. Буквально с первого, которое было в Армавире. Ну и сегодня от Флобинске. То, что мы посмотрели, вы знаете, это интересно. Это и школа музыкальная, это и выставочный зал. Да, и вот сейчас мы здесь находимся. Иногда удивляешься тому, что может наш русский народ. И вот я считаю, пока вот искусство будет развиваться именно самим народом, особенно здесь вот прикладники. Школа искусства все-таки там был как это, для кого-то, может, обеззаловка, которая потом превращается в специальность. А вот здесь, где прикладники, ну, никогда земля русская не умрет. И это не то, что такого леща, я как говорится после главы. Это действительно здорово. Это восхищает и даже удивляет. В концертную программу второго краевого фестиваля конкурса народного творчества «Вославу Кубани на благо России», прошедшего в Лобинске, вошли 20 номеров лучших артистов и коллективов района. Живой голос, профессиональная подтанцовка, сопровождение оркестра – все это не оставило равнодушными зрителей. Кстати, стоит отметить, что даже большой зал городского дома культуры, рассчитанный на 600 человек, не смог вместить всех желающих. Пришедшие посмотреть концерт сидели даже на ступенях в проходах. Песня «Вослава Кубани на благо России» Фестиваль конкурс народного художественного творчества – это своеобразный экзамен творческой элиты района, который, по мнению краевого жюри, лобинцы сдали на отлично. Второй раз у нас на Кубани проходит фестиваль «Вославу Кубани на благо России». Этот фестиваль появился благодаря инициативе губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева. По его распоряжению проходит он во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. И это самый масштабный проект по самодеятельному художественному творчеству во всей России. Очень приятно то, что в вашем муниципальном образовании поддерживается традиция, поддерживается традиционная культура. Не случайно в прошлом году заключительный этап фестиваля «Кубанский казачок» – это фестиваль детских фольклорных коллективов – проводился именно в Лобинске. И я хочу поблагодарить Александра Александровича Садчикова за то, что он уделяет вот этому направлению, поддержке нашей народной культуры, традиционной культуры, большое внимание. И благодаря этому она развивается успешно. Творческую делегацию Лобинского района во главе с Александром Садчиковым наградили дипломом за подписью губернатора края за активное участие во втором краевом фестивале-конкурсе «Ва славу Кубани на благо России». Это награда Лобинскому району. Это награда всем тем, кто сегодня выступал во славу Кубани на благо России. Перед нами выступали наши земляки, простые ребята и девчата. Сколько таланта, сколько энергии, сколько красоты скрыто в них и что они нам сегодня показали. Я бы хотел поблагодарить и сказать им большое спасибо за те минуты удовольствия, которые мы с вами увидели, за ту откровенность, за ту непосредственность, которую они показали на сцене. Я прошу вас, давайте еще раз мы им поаплодируем, поклонимся вместе и скажем спасибо большое. Спасибо вам всем.